здравствуйте господа позвольте представить вам паша в квадрате здравствуйте я павел маркет я руководитель арт-отдела музей современного искусства эра арта я приглашаю вас в удивительный мир искусства здравствуйте сегодня я расскажу вам о пост структурализме это ветвь научной мысли подарила нам те понятия которыми до сих пор кормятся художники представление о том что все на свете в гуманитарной мысли можно писать как систему и структуру породила такой глобальный проект семиотика которая стала представлять вообще всю человеческую культуру как знаковую систему звучит как какая-то научная фантастика но так и есть когда вы смотрите блог какого-нибудь стилиста который говорит о том что вот эта рубашка там и пиджак вот с этими кроссовками рождает такой-то смысл это отголоски вот этих вот как раз семиотических представлений знаковым системам да и лингвистике мы обязаны такой науки как кибернетика идеи там двоичного кода и прочего и прочего и сегодня семиотика жива от анализа поэтического текста ученые перешли к биологии и применяют средства декодирования для расшифровки генома и каких-то таких запредельных изысканий которые я на своем бытовом языке даже описать не могу некий жак дурида договорился до того что нет ничего кроме текста текста нет никакой ложки постструктурализм как-то связан с молодежными протестами 68 года когда французские студенты телек интеллектуалы их духовные лидеры обратили внимание на то что как-то гуманитарная мысль не тем занята она занимается социальной инженерии воспитывает каких-то функционеров каких-то эффектных клерков они начали не спровергать иерархии начали искать разные сбои сдвиги парадоксы если структурализм как-то органично еще связан с модерном с представлениями о том что существует прогресс эволюция культура это в общем то так здорово пост структурализм стал вот эти вот мысли нового времени вставить как-то уже под сомнение и все начало казаться каким-то неоднозначным непонятным сравните мыслю следовательно существую предельно рациональная формула и нет ничего кроме текста пост структурализм богат идеями которые звучат и сегодня ролан бард который долгое время анализировал как раз художественные тексты договорился до того что автор умер и в том смысле что кто-то пришел и застрелил автора на дуэли как солнце нашей поэзии а в том смысле что текст будь литературный текст или не знаю картина начинает жизнь другой своей жизнью в сознании читателя или зрителя когда вы приходите в музей современного искусства вы так или иначе участвуете в смерти автора высказывая свои суждения о том что вы видите другой очень плодотворной мыслью является идея интертекста ею мы обязаны юлии крестивый интертекста здесь очень просто невозможно найти текст который не опирался бы на традицию не нес бы огромное количество перекличек перемигиваний с другими авторами разумеется все вы слышали слово симуляк это образ который не имеет ничего общего с реальностью поскольку по бодряжу никакой реальности вообще нет это в общем-то образ без источника перед нами какая-то штуковина вроде бы выглядит неплохо вроде бы на что-то похоже к чему-то отсылает а смысл-то у него какой а может быть никакого смысла и нет может быть это чистая видимость симулякор но об этой скульптуре я этого не скажу у нее в общем-то есть довольно интересная история последний образ который нам подарил пост структурализм это резома образ предложили м леотар и гватаре резома это что-то что бесконечно развивается неизвестно куда приведет постоянно разветвляется сознание современного человека подобно такой резоми сталкиваясь какими-то культурными текстами фильмами картинами почитав пост фейсбуке посмотрев клип на ютюбе посмотрев вот этот вот ролик мы абсолютно погружаемся вот в это резоматическое состояние сознания у которого есть бесконечные ответвления что я говорю такое дима дима дик дима 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 дам